Сегодня подробно рассмотрим горелку, с которой можно быстро и легко накормить группу людей из 2-3 человек и не потратить огромную сумму денег при покупке. А также познакомимся с ее мини-версией для соло-путешественников. Привет, с вами Сплав, меня зовут Сергей Голубев, я гид и организатор путешествий. Я долго использовал такую горелку и подобную, поэтому сегодня поделюсь своим опытом и дам вам советы, возможно, это понадобится вам при покупке. Фастбойл относится к интегрированным системам приготовления пищи, то есть в ней уже собрано все, что вам может пригодиться для приготовления пищи в походе. Кастрюля с крышкой, горелка с пьезой, подставка под газовый баллон, таганок для использования неродной посуды, а при желании и газовый баллон можно спрятать внутрь. Опытные туристы по внешнему виду уже поняли, откуда растут ноги. Это реплика западного бренда, имя которой уже стало нарицательным, как, например, Ксерокс. Принцип работы нашей системы не отличается, а вот цена, да, сплавовский фастбойл не так сильно ударит по вашему крышку, как старший брат. Что же в нем такого волшебного? Чем он отличается от обычной горелки? Дело в том, что хитрое устройство фастбойла позволяет ему быть на 30% эффективнее обычных горелок. 30% быстрее закипает и на 30% тратит меньше газа. 30! Время закипания одного литра воды в студийных условиях, где температура окружающей среды была 21 градус, мы были на равнине, вода была холодной, заняло нам ровно 4,4 минуты. К тому же размер в сложенном виде 13 сантиметров на 17 сантиметров. Это позволяет удобно разместить его в верхней части рюкзака, чтобы на привале вы могли насладиться чаем, не перерывая весь рюкзак. Вес комплекта целиком, кстати, тоже очень приятный. Всего 600 грамм. Это при условии, что на двоих людей по 300 грамм. А если вы ходите один, то вам подойдет фастбойл соло, о котором мы поговорим чуть позже. Система работает эффективно, в том числе и за счет радиатора на дне кастрюльки, который равномерно распределяет тепло и не дает ветру потушить факел горелки. Да, никакой ветрозащиты вам не потребуется. Также защитный чехол из неопрена уменьшит остывание и не даст вам обжечься во время готовки. На выборе есть 4 принта. Тебе выбирать, кем ты хочешь быть. Туристом-походником, тактикульным выживальщиком или консервативным человеком. Сама кастрюлька сделана из анодированного алюминия. Имеет внутри маркировку объема жидкости, что очень удобно, когда вы запариваете сублиматы или готовите какие-то сложные блюда из сушеной еды, как я, например. Общий объем 1,3 литра, рабочий 1 литр. Готовить в нем еду комфортно для группы из двух человек. А если ходите на сублиматах и чае, то и хватит и три человека. Удобная и прочная стальная ручка с хорошим фиксатором крепко сидит в руке. Даже когда бойл перевернут, она не складывается. Закрываясь, она фиксирует крышку котелка. То есть его содержимое не надо будет искать по всему рюкзаку. Завершает этот ансамбль практичности крышка. Тут тоже без интересных решений не обошлось. Она легкая и прозрачная, с силиконовой ручкой, что позволит не обжечься. А также имеет удобное отверстие для слива воды с макарон, например. Или отфильтрует травы, которые вы собрали на пути к лагерю. Ребят, забегая вперед, скажу, что использование на костре производителям не предусмотрено. А теперь о самом главном. О самой горелке. Внешняя часть сделана из ЭБС-пластика, которая позволит не обжечься, даже если горелка работает. И нержавеющей стали. Имеет откидной регулятор мощности, который, к слову, составляет 1500 Вт. И маркировкой плюс и минус. И таких вот размеров рассекатель, с другой стороны. Регулятором можно управлять мощностью горелки, а значит добиться маленького пламени для улучшения контроля за приготовлением вашего блюда. По окружности горелка имеет такие простые фиксаторы, которые позволяют перемещать горелку даже в рабочем состоянии. Конечно же, эта горелка имеет пьезоподжиг. Четкий и сильный щелчок заводит горелку с одного нажатия. Пьезосъемная. Ее можно заменить, если она вдруг вышла из строя. Если ваша кулинарная мысль уходит дальше варки макарон и требует использования другой посуды, то для таких случаев в комплекте есть такой вот таганок, разложив который, можно ставить на горелку любую другую посуду и сковородки. Последним элементом этого комплекта является подставка, которая значительно увеличивает устойчивость конструкции и не позволяет оказаться вашему утреннему кофе на земле или ногах вашего подпутчика. И еще одна очень приятная мелочь. Западные модели не могут похвастаться такой продуманностью, но в кастрюльку Fast Boil полностью помещается газовый баллон 450 грамм. А если вы пользуетесь самым популярным объемом на 230 грамм, то он и горелка полностью занимает объем внутри. Это значит, что все будет в одном месте. Младшим братом Fast Boil является Fast Boil Solo. Принцип работы у устройства схожи с большим бойлом, но есть ряд полезных отличий. Во-первых, это мощность. Горелка стала еще более мощной, 1700 ватт, что в совокупности с уменьшенным объемом в 600 миллилитров делает закипание воды еще быстрее. В наших условиях за минуту 30 примерно она закипела. Чем меньше времени мы тратим на такие бытовые дела, тем больше времени у нас остается на отдых и наслаждение окружающей природой. Второе отличие – это вес системы. Всего 350 грамм. Опытные туристы и легкоходы скажут, что такая горелка, как БРС, титановая кружка, кусок фольги будут легче. Да, легче, но такого комфорта готовки, а самое главное устойчивости и цены этим комплектом далеко. Я говорю о том, что из коробки вы получаете полноценную сему приготовления пищи для соло-путешествий. И, наконец, третье – это функциональная крышка, которая имеет два выхода под жидкости. Одну с фильтром для чая, например, а другую в виде простой леечки. Есть еще небольшие отличия, такие как другой форм-фактор ручки и не такой большой выбор принтов, как у моделей более увеличенного объема. Кстати, в кастрюльку горелки помещается 110-граммовый баллон газа вместе с горелкой. При закрывании крышки содержимое хорошо прижимается и не гремит. Обе системы работают от резьбовых баллонов любого объема, но с помощью переходника можно использовать также цанговые баллоны. Немножко неудобно, придется покорячиться, но, в принципе, схема рабочая. Файсбойл оценит не только туристы, но также охотники, рыбаки и военные. Совокупность характеристик, таких как вес, компактность, высокая эффективность, позволяют использовать этот комплект как в категорийных восхождениях, в сплавах, в классическом трекинге, так и в ПВД или на рыбалке. Приятным бонусом для вас будет двухлетняя гарантия на все узлы и детали этих систем. А также обслуживание до тех пор, пока эта модель производится в компании «Сплав». Я беру файсбойл практически в каждое свое путешествие. Неважно, на машине, пешком или на лодке. Даже если вы ходите группой 6 или 8 человек, вы можете накипятить воды за 2-3 раза на всех и, отведав утреннего кофе, отправиться исследовать новый горизонт. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если хотите узнать больше про снарягу и сплава, подписывайтесь. У нас на канале много всего интересного. Ходите в походы, экипируйтесь с умом. Пока!